Всем весенний привет! Мы снова рады видеть вас в компании студенческой программы Альма-Матер. Мы Миша Коробицкий и Лена Хроменкова. Отдохнули на праздниках как положено. И снова готовы показать вам самые интересные подробности студенческой жизни. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Лучшего молодого парикмахера выбрали в Могилевской области. На чемпионате профессионального мастерства побывала наша съемочная группа. Полезные компьютерные программы создают могилевские студенты. Узнаем о них через пару минут. Держатель для шарфов и ремней. Поделимся идеей в нашей рубрике лайфхак. Миша, скажи мне, что это у тебя вот такое на голове? Отстань, так задумано. Тебе не кажется, что нужно стричься хотя бы чуть-чуть покороче? Ну уж нет, спасибо. Как-то раз, садясь в кресло парикмахера, я и подумать не мог, что после слов покороче самыми длинными волосами у меня на голове будут... Вроде. Да ладно. И не напоминай. Сегодня профессиональные стилисты на без золота. На поиски лучшего парикмахера отправилась наш корреспондент Надежда Мишкевич. Повсюду невидимки, запах краски и лака. Мы на областном этапе конкурса WorldSkills Belarus. Семь учащихся лицеев и колледжей состязаются в парикмахерском искусстве. Задачи три. Окрасить волосы в два тона. Сделать лучшую свадебную прическу и мужскую стрижку. Для ребят из Могилёва, Бобруйска и Осипович это первый серьезный конкурс. Каждая из них мечтает стать не просто парикмахером, известным стилистом. Все следят за модными тенденциями и знают, какие фишки сейчас в тренде. У меня самый любимый стиль это стиль 70-х, 80-х. Ретро стиль? Да. Что самое сложное в профессии? Ну, чтобы подобрать образ, чтобы он подошел к человеку, чтобы ему все нравилось. Ну, вот это вот, наверное. Вместо живых моделей перед конкурсантами манекены. Это только кажется, что с ними проще. Им не больно, не страшно, да и сидят ровно. Но работа с такими волосами всегда риск, уверяет Сергей. Сложность, потому что он жестче и не так ложится, как бы хотелось в большинстве случаев. На площадке случаются и форс-мажоры. То волосы сбиваются в колтуны, то окраска получается совсем не той. В какой-то момент даже электричество не выдержало напряженной работы фенов. Но молодых парикмахеров это не остановило. Ведь время ограничено. А шесть экспертов зорко следят за всеми тонкостями. И каждый шаг конкурсантов берут на заметку. За что будете снижать? За несоблюдение техники безопасности. Допустим, включенные фены до начала работы, грязное рабочее место, допустим, неаккуратная работа с красителями. Время объявить победителя. Лучшим молодым парикмахером области назвали Дмитрия Мазаника и Засипович. Я считаю, что профессия парикмахера – это и мужская работа, так как мужчины могут оценить женщину и сделать ее красивой. В мае креативный парень представит нашу область на республиканском этапе конкурса профессионального мастерства. Уверены, у него все получится. Между прочим, не только парикмахер, но и программист сейчас очень нужная и перспективная профессия. Вот интересный факт. Ты знал, что несколько веков назад тоже существовали программисты? Это были мастера, которые создавали музыкальную шкатуру. И тогда и сейчас программистам требуется не только упор в свою ситчивость, но и умение мыслить творчески и, конечно же, любить свое дело. Как это делают студенты Могилевского политехнического колледжа? Занятия группы программистов в политехническом колледже. Гул техники, скрип стульев и стук клавиш. Что на экранах, гуманитарию не понять. Но для Андрея Андреева, учащегося из Мстиславля, это обычная работа. Свой первый комп он получил в подарок от мамы в 12 лет. Где-то годик я играл в игры, а потом начал свои другие возможности компьютера. Сколько ты сейчас часов вместе с ним проводишь? Ну, часов 12 в день. Это же много. Ну, есть еще 12 часов. Что на это говорит твоя девушка? Ну, она тоже программист. Андрей – автор виртуальной лаборатории по энергосбережению. Эта программа позволяет спрактировать помещение и рассчитать затраты электроэнергии на обогрев и освещение помещения. Энергосбережение сейчас довольно-таки актуальная тема. То есть, ну, это сейчас везде говорят об энергосбережении. Поэтому я решил сделать. Программа действительно очень простая. Вот помещение, цвет стен, светильники. И соответствие нормам освещенности и охране труда, если речь идет про офис. Идея проекта простая, но нужная людям. Вот не мешало бы создать такую программу, которая бы позволила ребятам осознать пользу различных энергосберегающих технологий, которые бы помогли, в общем-то, в будущем им стать рачительными хозяевами и как для нашей страны, так и у себя в квартире. Это экономия, в первую очередь, для отдельной семьи. И в целом это довольно-таки существенная экономия для всей страны. Друг и коллега Андреева Стас Кононков тоже будущий программист. Страсть к технике он получил в наследство от папы-инженера и дяди-технаря, с которыми разбирал и собирал в детстве разные механизмы. Когда уже компьютеры у друзей начали появляться, вот я начал про них узнавать. Мне, в принципе, даже самому было интересно не играть там в игры или что, а просто вот интересно, как это все работает. То есть как, почему, зачем. Но главный двигатель судьбы – мама-филолог, которая попросила сына сделать для своих учеников программу о базовых правилах дорожного движения. У нас имеется раскраска, пятнашки и лабиринты. О, пятнашки. Пятнашки. О, раскраска. Раскраска, да. Да. Ну, это более... Очень симпатично. Сам Станислав пока пешеход. Как раз собирается пойти в автошколу, но из своего проекта, который тоже стал одной из сотни идей для Беларуси, он уже вынес опыт участника дорожного движения. Часто такая картина наблюдается, если идет молодой человек в наушниках, никуда не смотрит, просто прямо переходит в проезжую часть. Он может даже не посмотреть, едет ли там машина, нет. И может произойти аварийная ситуация в данном случае. Поэтому внимательность – это самое важное. Пользу и радость приносят только те вещи, которые создаются с удовольствием. Эта нехитрая истина полностью применима к молодым людям из политехнического колледжа. Станислав, кстати, разрабатывает пособие по программированию. Андрей делает дипломную работу по автоматизации работы банка. Компьютеры в колледже осваивают далеко не только программисты, но даже специалисты по сварке. Оказывается, сварщик, больше похожий на Дарта Вейдера в полном облачении, тоже нуждается в поддержке компьютерной программы. Дети же стремятся обучиться профессии своей. Это самое главное. А сейчас же плохие специалисты никому не нужны. Поэтому вот этот учебный процесс у них направлен, чтобы у них возить вот эти практические навыки, умения. Сегодня профессия программиста востребованная, даже престижная и хорошо оплачивается. Поэтому впереди у Андреева и Кононкова много новых проектов и конкурсов. И работа, которая им нравится. Ну а молодые программисты, все еще растущие организмы, питаются не только гигабайтами. Реальные булочки с соком в столовой – заслуженное угощение. Приятного аппетита! Быть программистом – хорошо, а разведчиком – еще лучше. Я б про разведчики пошел, пусть меня на ощупь. Миша, чего это ты так? Да так вот, мысль навеяла. В этом году Институт пограничной службы Республики Беларусь объявляет настоящий кастинг на роль будущих разведчиков, офицеров и психологов. Я бы с тобой в разведку не пошла. Ну и не надо. Альма-Матер и без тебя уже все разъедала и доложила. Смотрим. Институт пограничной службы Республики Беларусь – учебное заведение «Молодое». Существует с 2010 года и, как понятно из названия, готовит специалистов для защиты границ страны. Высшее образование здесь можно получить по четырем специальностям. Первая специальность у нас – управление подразделениями границ, из которых в конечном итоге получатся офицеры-пограничники, которые будут управлять подразделениями, находящимися на самой границе, то есть так называемой «зеленой границей» командиры. На вторую специальность управления подразделений пограничного контроля с этого года могут поступать и девушки. Прекрасным гражданкам доверили очень серьезное дело. У женщин, в отличие от мужчин, очень развито внимание и внимательность. Эта специфика очень хорошо используется при проверке документов на государственные границы. Поэтому женщины очень сильно сейчас востребованы, особенно офицеры. А еще здесь готовят разведчиков и будущих офицеров-психологов. Набор Нового года составит 100 человек. 20 мест для девочек. Но самое главное – поступить несложно, если хочется учиться, а не прогуливать. Надо пройти профессиональный психологический отбор, который состоит из двух этапов. Предварительный психологический отбор, который проходит на базе военного комиссариата, в данном случае города Могилева. Он проводится специалистами-врачами, также психологами. Окончательный отбор проводится непосредственно в Институте пограничной службы, который будет себе включать еще одно дополнительное такое, скажем так, испытание. Это предмет физической подготовки. Норматива, которая выставляется для мальчиков, это бег 1 километр, бег 100 метров и подтягивание. Для девочек место подтягивания, поднятие туловища, из положения лежа. Самые простые нормативы. Если вы с детства любили фильмы про разведчиков и обладаете интуицией, узнавайте подробности своего будущего поступления на сайте учреждения. А тем временем Альма Ватер задала новый контрольный вопрос. Думаю, на этот раз студенты и школьники должны справиться. Хотя кто их знает? Слово нашему корреспонденту Кате Балуковой. Всем привет! Альма Матер снова проверяет ваши знания. И контрольный вопрос, как всегда, простой. Знаете ли вы, сколько органов чувств у человека? А сколько органов чувств у человека? Шесть, может? Семь. Пять, наверное. Обоняние, вкусовые, пальцами вот это, как осезание. Осезание. Глаза назвала? Глаза, слух, интуиция считается. Ну, интуиция, это считается шестым. Не знаю. Зрение, слух, вкус, обаяние. Обоняние? Да. И еще какое-то... Асезание? Асезание, вот. Это пять. А что шестое? Шестое. Ну, интуиция. Не в курсе даже. Примерно. Ну, пять, может, нет? Обоняние, осезание, вкус, слух и зрение. Осязание, какое-нибудь обаяние. Обоняние. Обоняние, да. Вот. Органы слуха, да. Вкуса и видим. Ну, я думаю, около семи. Какие? Осязание, обоняние, значит, зрение, потом слух, что у нас еще есть вкусовые рецепторы, да? А еще два где потеряли? Я думаю, так просто сходу сложно. Значит, еще у нас... Может, их просто пять? Пять? Нет, еще есть шестое чувство. И седьмое, это, ну, возможно, что-нибудь то, чего мы не знаем. А шестое это какое? Шестое чувство, это чувство ощущения. То, что человеку кажется, то, что... Интуиция, грубо говоря. А седьмое? Седьмое? Ну, седьмое, возможно, это что-то запредельное. То есть, возможно, из-за которого чувство мы могли бы левитировать или колдовать, или что-то такое, чего мы еще не знаем. Обоняние, осезание, зрение, слух и вкус органов чувств. Пять. Шестым считается интуиция. Сегодня с заданием справились примерно 50 на 50. Да и в слове «обоняние» допускали ошибку, пропускали одну букву. В следующий раз мы подготовим для вас новый контрольный вопрос. Можете применять интуицию. Креативный студент всегда придумает, как сделать из ничего конфетку. Да так, чтобы эта конфетка приносила пользу и экономила деньги. С удовольствием делимся с вами новыми идеями в нашей рубрике «Лайфхак». Я уже неоднократно показывала вам лайфхаки по наведению порядка в доме и в своих вещах. И сегодня я эту тему продолжу. Покажу вам, как сделать держатель для шарфов и ремней, как обычно, из того, что есть под рукой. Для держателя нам понадобятся прочная нитка, ножницы и кольца. Я взяла крепление от старого карниза. Первым делом разрезаем нитки на кусочки сантиметров по 15. Так вам будет удобнее их завязывать. Далее берем одно кольцо. Оно и будет основой нашего держателя. С помощью нитки привязываем к нему другие кольца. Форму будущего изделия моделируем сами. Я решила сделать ром. Связываем все кольца между собой. И не забывайте, узлы должны быть крепкими. Наш держатель готов. Осталось повесить на него шарфы и ремни. Делитесь и вы своими полезными идеями в нашей группе ВКонтакте. Ну а на этом у нас все. С вами была самая студенческая программа «Альма Матер». Мы ждем вас на «Беларусь. Четыре могилев». И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Скоро увидимся. Чао-ка-као. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok